Продолжение следует... 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 Вечеринские консервы, причем это не мясные консервы были, а консервы, в которых разные предметы, печенье, джемы, всякие мелкие вещи, но они довольно вкусные, даже сейчас приятные. Ну так вот, обычно очередь была, конечно, и вот я тоже побежал, пожертвовав лекцией по механике, которую должен был читать Илья Михайлович. Ну поскольку у меня ничего с собой не было, это были банки, то мне ничего не оставалось, как снять ремень, брюк, и, значит, обмотая эти банки ремнем, вот так их прямо нести, вместо всяких корзинок, авось. И, значит, с этими банками я пошел по направлению, дома, мимо университета, значит, в это время лекция должна была уже идти, я не сомневался, что она идет, и когда я подошел к университету, я как раз увидел Илья Михайловича, который шел на лекцию, то есть он сильно, очень опоздал, но, увидев меня, он испугался, говорит, что вы же все ушли? Я говорю, нет, нет, Илья Михайлович. Ну и больше я ничего не нашел, ответить, я побежал, а он пошел на лекцию, значит, вот один такой эпизод, а второй, так сказать, он более интеллектуальный, и вот с чем связаны. Ну поскольку у нас тогда было довольно мало студентов, и поэтому, как сказать, контакты с преподавателями были более тесные, чем сейчас, то эти контакты доходили вплоть до того, что преподавателям предлагали какие-нибудь там хитрые задачки. Ну и вот такая хитрая задачка некоторое время входила к муфизмату. Я сейчас нарисую ее. Значит, вот полурум, он делится на три равные части, и дальше проводятся две разрымы касательные в этой точке. А точка пересечения касательной эмоциональной терапии, если его продолжается применять, вот, кстати, точка отделения, требуется найти площадь вот этого театра. Ну вот, тут можно задать вопрос. Что сказал Илья Михайлович, когда ему предложили эту задачу? Илья Михайлович сказал, а при чем тут касательная? Ну вот, второй эпизод. Теперь, пожалуйста, решите. Виктор Майдей, а вот мне помнится рассказывать, как Ахиезов впервые пришел в Мандалу. Вы не вспомните этой сказки? Нет, 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 я не вспомнил. Я вспомнил обрывки уже. Нет, не вспомнил. Нет, я вспомнил, когда и пришел в нас. У нас был такой предмет, который называл настроение материи. Ну, это фактически атомная физика. И начинал ее считать Кирилл Дмитриевич Денедниковым. Ну, это было интересно, но, к сожалению, Кирилл Дмитриевич начинал и очень быстро прерывал. То есть, ну, прошло 2 или 3 лет он прочитал, и потом такого предмета у нас уже не было в довольно долгое время. А потом где-то к концу семестра появился Александр Ильич, который за оставшееся небольшое время прочитал все остальное. Это было совершенно простяще. Спасибо. 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 Спасибо.